Вместе с рублем, а также другими национальными валютами стран постсоветского пространства падает и грузинский лари. Он уже опустился до исторического минимума по отношению к доллару. При этом местные экономисты говорят, что и это не предел. А оппозиционеры предлагают вылечить экономику страны новыми выборами. Марта Ардашилия продолжит. Два лари 49 тетри за доллар. Так низко национальная валюта Грузии, введенная в обращение в 1995 году, не падала за время своего существования. Экономисты называют этот кризис беспрецедентным. С начала года лари потерял уже 3% своей стоимости. Тем не менее, власти призывают к спокойствию. Крах национальной валюты отголосок экономического кризиса во всем регионе, в частности в Азербайджане, где произошел обвал местной валюты Моната, а также снижение мировых цен на нефть. Произошла корректировка курса лари на фоне девальвации валюты в соседних странах. Ничего тревожного в этом нет. У нас есть все причины быть оптимистами. Мы ожидаем хороший экономический рост в этом году. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы не ожидаем негативных результатов. Однако оппозиция в прогнозы главы Кабмина не верит. Противники власти считают, что единственный выход из кризиса – это отставка правительства. В партии бывшего президента, а ныне губернатора Одесской области Украины Саакашвили, работают над своим планом по спасению грузинской экономики и валюты. Власти обязаны защитить экономику страны и национальную валюту от внешних факторов. Но когда в результате их же решений сокращается экспорт, инвестиции в нашу страну, то, конечно, начнутся проблемы и у лари. А значит, проблемы у всего грузинского населения. Грузинская национальная валюта начала обесцениваться еще в ноябре 2014-го, с тех пор потеряв в цене уже 40%. Из-за валютного кризиса дорожают продукты. Попытки спасти лари, национальный банк Грузии совершил масштабную интервенцию. На валютном ауксоне было продано 20 миллионов долларов из резервного фонда страны. Впрочем, некоторые экономисты уверены, что своими действиями Центральный банк намеренно подрывает стабильность лари. Все зависит от денежных агрегатах, от соотношения масс иностранной валюты грузинского лари. И ежедневно должен Центральный банк следить за этим показателем и изымать лишние банкноты, которые находятся в обороте. Так, это общепринятый метод, и его совершенно свободно можно было применить. Так что я целиком обвиняю Центральный банк Грузии, лично его президента. А грузинское правительство в недееспособности воздействует на Центральный банк. Обесценивание грузинской национальной валюты вот уже второй год никто не в силах остановить. Конвертировать лари в американский доллар становится все сложнее. Власти уверяют, валютный кризис следствие экономических процессов во всем мире. Но грузинскому обывателю, чей уровень жизни с каждым днем становится все сложнее, от этого легче не становится. Марта Ардашели от Пелиси. Специально для RTVI.